Всем тихой ночи. Если вам нравится бывать на сайтах связанных с SCP, читать страшные загадочные истории по этой вселенной, смотреть красивые арты и видео на ютубе, или может играть в игры по фонду, вы могли слышать историю RPC Authority. Кто-то мог подумать, что RPC это копия или пародия на SCP, в духе того же Акульево Центра. Иные могли решить, что RPC это ответвление типа Библиотеки Странников, которое тоже рассказывает историю по SCP, но с другого ракурса. Но это всё неверно, если мы говорим о RPC. Главная идея RPC в том, что SCP был хорош только в старые времена, когда это сообщество только зарождалось, когда там были классные, интересные истории, и главное, полная свобода самовыражения. А затем SCP испортился. И главная идея RPC, это воссоздать дух того самого SCP в неизменном виде. Короче, раньше было лучше. Разница между SCP и RPC во многом касается политики, потому чтобы избежать погружения в неё, придётся именно с неё и начать. Да, в самой основе тут грызня консерваторов и либералов. Консерваторы на Западе говорят о том, что главное это свобода. Например, свобода слова, и ограничение свобод недопустимы. Государство не должно лезть в жизнь людей, потому что зачем оно вообще нужно обществу сильных и свободных. Либералы отвечают на этот вопрос, что люди, которые фактически не являются сильными и свободными, также достойны иметь права. Потому нужно сильное государство, которое бы защищало слабые и поражённые в своих правах меньшинства. И не всегда путём поддержки. Иногда и путём ограничения возможностей людей. Например, возможности высказывать свои мысли. Зачем такое вступление, кто-то спросит. В 2018 году значок сайта SCP на месяц окрасился в радужные цвета, что ознаменовало собой наступление месяца гордости ЛГБТ. У нас часто неверно интерпретируют посыл этого явления, выставляя это всё как некую пропаганду нетрадиционных отношений, когда на самом деле посыл в том, что есть отдельная группа людей, которые нуждаются в какой-то особой защите, в том числе и путём ограничения прав других людей. Я не буду высказывать своего конкретного мнения по поводу этого события, но то, что такой посыл сам по себе не нравится многим людям, это факт. Это послужило началу некоторой драмы на сайте SCP, после которой среди авторов случился раскол, в результате которого и был создан РПС. Но неправильно думать, что только месяц гордости на SCP стал причиной раскола. Он лишь стал тем брошенным с горы камнем, который толкнул камни побольше, в результате чего сошла лавина. Если бы не целый ворох накопившихся проблем, месяц гордости скорее всего бы прошёл незамеченным. Но начавшиеся из-за него споры заставили многих вспомнить свои претензии к администрации SCP. Например, неадекватную модерацию, строгое отношение к новичкам, при том, что старые авторы могли писать на сайте полнейшую чушь. Ну и конечно же то, что сообщество SCP изначально заявляло себя вне политики. А участие в месяце гордости – это участие в политике на вполне определённой стороне. Ожидаемо всё закончилось волной банов на ресурсах SCP, и один из забаненных, человек под ником Сифио, решил, что хватит это терпеть, и основал свой отдельный сайт под названием RPC Authority. Поначалу сайт позиционировался как свободная альтернатива SCP, и туда перешло немало людей. Но политика самого Сифио поначалу угрожала его изначальной идеей, потому что он тоже начал банить людей, которые были с ним в чём-то не согласны. Однако он быстро понял свою ошибку, и вскоре на сайте появилось множество администраторов, то есть с какого-то времени сайт управляется коллективно. На сегодня у сайта четыре администратора, и люди в целом могут высказываться так, как считают нужным, при том, что на форумах SCP в последнее время существует достаточно заметная цензура. Однако эта ситуация устоялась не сразу, и пока происходили все эти споры, было основано ещё несколько сайтов, например, сообщество Wayward, на сайте которого сейчас в основном собираются различные мистические истории. Появился отдельный сайт повстанцев Хаоса и несколько других. Когда ситуация с администрацией RPC устаканилась, большинство участников этих сайтов обратно влились в этот RPC. Некоторые из влившихся сайтов стали отдельными хабами. Сходство SCP и RPC неудивительно, ведь RPC во многом составили старые авторы фонда, потому организация RPC Authority во многом похожа на фонд. Она также существует по всему миру, хранит и исследует аномалии и придерживается политики абсолютной секретности. Однако есть отличия. У RPC довольно определенный канон по поводу того, как именно организация устроена, как она работает и для чего существует. Первая буква в названии организации R означает Research, то есть исследование. Исследованию аномалий уделяется куда больше внимания, чем SCP. Исследованием занимается несколько организаций, и на переднем крае стоит департамент приобретения, который, исходя из названия, находит аномалии и передает их в организацию. Затем идет аналитический офис, в задачу которого входит разработка теории накопления информации. И, наконец, группа по экспериментам, суть которой, как понятно из названия, в том, чтобы проводить эксперименты. Отсюда первое существенное отличие от SCP, где эксперименты с большей частью объектов не проводятся, ведь исследование объектов по большому счету вообще не входит в круг основных задач фонда, особых условий содержания. RPC же старается исследовать каждый объект. Вторая буква это P, или Protect, защищать. И тут на первый взгляд все то же самое, что и в SCP. Однако, если фонд защищает абстрактную нормальность, не позволяя аномальным объектам нарушить привычное течение вещей, то RPC подходит к вопросу более конкретно. Защита состоит из нескольких звеньев. Первая это протекторат. По сути, большая отдельная организация, со своими задачами и целями. Она не столько воюет с монстрами, сколько устраняет последствия действия аномальных сил и объектов. Тушит пожары, разбирает завалы, эвакуирует людей. Другое звено это разведка. Тут все то же самое, что и у SCP. Агенты RPC проникают во всевозможные государственные службы и частные компании, где собирают информацию. Есть у RPC и космическая программа. Ведь имея множество предметов, нарушающих законы физики, можно обосноваться и в космосе. Сюда же входят и мобильные специализированные группы, которые ничем особенным не отличаются от MOC SCP. Третья буква это C, то есть containment, оно же содержание. Тут все заметно детальнее, чем в SCP. Потому что тут выделяется инженерная группа, которая описывает технические особенности содержания. Биомеханическая группа, которая отвечает за биологические аспекты. И протокольная лаборатория, занимающаяся разработкой условий содержания. Более детальная система секретности как таковой. Шесть уровней секретности с нулевого по пятый. Подробное расписание должностных лиц организаций. В общем, все по науке. Базовые классы содержания практически аналогичны SCP. Альфа, бета и гамма. Практически синонимичны безопасному Евклиду и Кетеру. Объекты класса Омега содержать невозможно или невероятно сложно. Вторичных класса три. Объясненный нейтрализованный, прямо как в фонде. А третий из них обозначает объекты, которым RPC нашел полезное применение. То есть прямо говорится, что RPC по возможности все же использует объекты. Что в SCP как бы в серой зоне. Потому что вроде как фон должен только содержать. Но примеров использования объектов довольно много. Также в RPC есть класс летальности. Что подозрительно похоже на класс опасности в новой классификации SCP. Есть и тип угрозы. То есть обозначение, по которым можно понять, чем именно угрожает объект. Это не просто установка каких-то правил вселенной. Про каждую из этих вещей на сайте есть рассказы, которые задают вполне определенную историю. Более того, у RPC есть вполне определенная предыстория и временная линия. Так что можно сказать, что у RPC есть канон. Есть даже карта, на которой показано, где находится зона содержания. И главное это конечно же объекты. Их не так много. До сих пор нет и полной тысячи. Открывая страницу объектов мы видим что-то очень похожее на SCP. Тут есть номер, класс объекта, тип опасности, исходящий от аномалии, условия содержания, описания. Все объекты основного списка являются каноничными. Для неканоничных есть отдельный список, в котором сейчас правда всего один объект. Но на сайте есть целая группа людей, которая следит за целостностью истории и каноничностью текстов. Но в целом да. Со стороны тому, как написанное на сайте вообще ощущается, это действительно похоже на старое SCP. Большинство объектов написано в жанре хоррор. Есть чувство чего-то непонятного и пугающего. А наличие конкретного и четкого канона позволяет сосредоточиться на самих объектах. На самих этих аномальных и чаще всего страшных штуках, которые прячет в своих стенах организация. Объекты не пытаются описать саму организацию, или правила мира, как это нередко делают тексту в том же SCP. Организация, кстати, в SCP конечно же не одна. Предусмотрено несколько связанных организаций, так же как и интересных личностей. И со всеми у них у RPC установлено вполне конкретное отношение. Есть союзники, есть противники, есть такие, над которыми RPC установило прямое управление. Многие из них появились как отдельные сайты на этапе формирования сообщества RPC, что добавляет им какой-то самости что ли. Мрачные секты, представители черного рынка, безумные экспериментаторы. Всех этих ребят можно встретить среди связанных организаций в RPC. Еще мое внимание привлекло то, что в RPC есть вполне конкретный список параллельных миров, что в отличие от SCP, где авторы могут произвольно добавлять любые миры, выглядит довольно-таки необычно. Вернее, пока что есть два параллельных мира. В одном из них случился конец света, а в другом власть во всем мире захватила жестокая религиозная организация. Порождение раскола на сайте SCP, вызванного тем, что там не должно быть, то есть политикой, породило сайт, суть которого в том, чтобы возродить атмосферу изначального старого SCP. Однако, в отличие от старого SCP, для избежания нежелательных изменений был придуман жесткий канон, в рамках которого эта атмосфера зацементирована и кристаллизована, запечатана в конкретных текстах. Политический аспект тут обсуждать сложно, потому что наш консерватизм это не то чтобы культ свободы возможностей, а либерализм не часто говорит о защите слабых и угнетенных. Так что, наверное, для нас вопрос только в том, насколько хорош был старый SCP, и нужно ли его сохранять или нужно идти куда-то дальше. Пишите, что думаете. Всем пока!